Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Почему бокс? Потому что говорим мы всё равно о боксе. Такая, знаете, тема у нас. Что как бы сильнее, что круче, что эффективней? Бокс или борьба? Вот это очень интересный, всегда всех интересующий разговор. Порцы всегда говорят, что борьба. Боксёры всегда говорят, что бокс. Улица всегда говорит, как получится. Кто первый, скажем так, за камень схватится. Ну, а что нам говорит на эту тему ММА? А ММА на эту тему нам говорит, что в ММА боксёров хороших никогда не было. Никогда по-настоящему хороших боксёров, использующих боксёрскую технику, не было. Никогда. Почему я так говорю? Ну, потому что вот появился один раз, один раз появился такой человек. Пётр Ян, наш боец, чемпион UFC. Посмотрите, вот посмотрите, размазал всех, кого ему дали. Размазал всех. Один раз у него был конкурентнейший боище, который он по очкам проиграл. С Магомедом Магомедовым, тоже нашим бойцом. И что получилось? Борец против боксёра. 1-1. И вот, понимаете, то есть никак не ответить на этот вопрос. 1-1. Один раз Магомед победил по очкам, один раз Пётр победил по очкам. Боксёр против борца. То есть, никак, понимаете, никак мы не возьмём объективно, кто же там сильнее. Борец или боксёр. Понимаете, в чём дело. И, ну, я вам из своего опыта могу сказать, что проблема борцов всегда в том, что эти люди всегда ищут момента тебя схватить. А боксёры всегда ищут момент ударить. Ну, что происходит быстрее? Захват или удар? Ну, конечно, удар. То есть, здесь такая ситуация получается. Если боксёр доносит удар, и у него этот удар нокаутирующий, ну, борец сразу же проигрывает. Если боксёр медленный, ну, просто тормоз. Есть такие люди, медленные. И удар у них ещё, не дай бог, не нокаутирующий. Он может дважды, даже трижды попасть, потом борец его схватил. Ну, конечно, как только вы уже схватили, победит борец. И что происходит чаще в уличных драках? Ну, в уличных драках что происходит? Человек, у которого не подготовлена голова, получает голыми кулаками от, ну, как правило, такие, знаете, маленькие люди, не агрессивные, они, как правило, во все эти драки не лезут. И получается, что вот по 80, по 90 килограмм вот эти вот боксёры, даже если они от природы не очень даже нокаутёры, такой средний у них удар, они как донесут свой удар, так, ну, борец уже, понимаете, как, вот он лезет захватывать. Оп, пропустил удар, всё, он уже поплыл, он уже думает. А пока он думает, этот его бьёт, уже в клинче, не в клинче, не важно. Там уже ноги подключаются, там, локти, всё, что хотите. И получается очень тяжело. И редко-редко, очень редко, я не знаю, я, наверное, таких не видел случаев никогда, чтобы в уличной драке хороший, опытный, подготовленный боксёр с таким же опытным, хорошим, подготовленным борцом, и борец настолько быстро прошёл в захват, что боксёр не успел его ударить. Это крайне редко бывает. Это нужно очень-очень тесное пространство. Ну, а если борец выше уровня, чем боксёр, ну, конечно, он к нему подойдёт, конечно. А если он больше весом, там, массой, то есть уличные драки, они как бы для этого не показатель, там всегда по-разному бывает. Вы можете там в интернете десятки видео найти, где боксёр на улице по пять человек один вырубает. Борец так не может, потому что борец он с одним, ну, с двумя даже он возится, третий, когда лезет, уже всё. А боксёр, он вот как бы готов к тому, чтобы одного выключить, второго, третьего. И вот, на самом деле, много найдёте таких в интернете видео всяких. И в жизни, я думаю, многие видели. Я видел не раз, когда там двое на одного, трое на одного, и первый из этой тройки с первого же удара падает. С первого же, просто. Вот было три, хоп, и хуже два. Всё, этот уже без сознания лежит с одного удара. Много очень раз я такое видел, поэтому... Ну, не объективный это показатель уличной драки. Ну, а касательно ММА мы с вами что видим? Хорошему борцу, вот, например, давайте возьмём Камару Усмана. Кто у нас попадается Камару Усману? Вот он сейчас самый топовый борец у нас вообще в ММА. И кто его может выиграть? Ну, Колби Ковингтон, он тоже борец. Этот Масвидаль, он не боксёр, он так, он как получится. Ну, этот Гилберт Бёрнс, он тоже борец. То есть, видите, не дают таких вот боксёров сверхвысокого уровня. Хабиба давайте карьёру вспомним. Ну, кто-то там скажет, что МакГрегор боксёр. Какой он боксёр? Какой он боксёр? Успокойтесь вы. Хуетай из-под ногтей. А не боксёр. Кто там ещё был? Ну, Дастин Парье. Ну, Дастин Парье – это чистый боец ММА. Ну, муай-тай может быть, но никак не бокс. У него именно боксерской техники у него не видно. Он умеет драться, он мощный, агрессивный и смелый. Ну, остальные его бойцы, они были, в принципе, ниже уровня, поэтому по карьере Хабиба тоже судить нельзя. И вот кого мы не возьмём с вами. Не было вот по-настоящему супер-супер топовых боксёров. Есть ещё один пример – это Степи Меочич. Степи Меочич действительно хороший боксёр. Нельзя сказать, что он чемпионского уровня боксёр, но вот топового уровня боксёр. И он как бы в тяжёлом весе считается вообще самым крутым, самым крутым бойцом ММА в истории. Ну, на уровне с Фёдором Емельяненко. У него был в карьере соперник, борец очень хороший, кормье. Ну, дважды кормье ему проиграл, один раз выиграл, и то за счёт удара, не за счёт борьбы. То есть ситуация вот такая у нас получается. Ну, и что мы с вами видим, что мы с вами получаем? Что когда приходит настоящий боксёр в ММА, ему не достаются хорошие борцы. И когда приходит настоящий борец в ММА, ему не достаются хорошие боксёры. И мы никогда как бы не можем выявить, вот, хоть на одном примере, что же всё-таки лучше, эффективнее, или оно всё-таки на равных, борьба или бокс. Но вот сейчас будет бой 7 февраля Пётр Ян против Альджимана Стерлинга, где это можно будет немножко выявить, немножко приоткрыть нам глаза. Потому что Пётр Ян – боксёр сверхъестественного уровня. Я уверен, если бы он выступал по правилам бокса, он бы выступал, наверное, в 61 килограмм. Может быть, да не, ну, в 61 он бы выступал, я думаю. Но вот таких боксёров, как, там, Ломаченко, таких боксёров, как, да даже Лопес, даже, ну, понятное дело, Хейни, там, Роберт Истер. Он бы их бил, он бы их бил с его манерой ведения боя, с его агрессией, с его функционалкой, с его хорошим ударом, который роняет людей, крупных людей роняет. С его работой на всех дистанциях, с его постоянным давлением через удар, то есть он сближается, вот, там, с почтальоном может сблизиться и при этом возвращает руки всё время к голове. Он у него так вот боксирует, знаете, у него, вот, всё время руки где нужно. Комбинирует прямые с боковыми ударами, может уйти в сторону, подставить смеш, шиперкот, отличный, отличный вообще боец. Вот, касательно его техники бокса, его техники ног, как он вот, как он это назвал в последнем интервью, ниточка-иголочка, хорошее название. Он за счёт своих ног не даёт сопернику двигаться так, как тот хочет. Вот Жанну Кособутскому нашему надо этому научиться. Зажмёт, даже без удара, он вас зажмёт в угол, всё. Если он в клетке в ММА умудряется людей прижимать, где восьмиугольник, где проще, то в ринге в угол зажать это вообще не проблема, это легко. И будет Пётр Ян у нас драться по правилам ММА, за свой пояс защищать против Алджемайна Стерлинга. Бойца, который хороший борец на самом деле. Если вы с ним уже оказались в клинче, если вы с ним уже оказались в партере, он действительно хороший борец. Его проблема в том, что у него нет того, что есть у Хабиба, того, что есть у Усмана. Навязывание борьбы. Хорошего навязывания борьбы. Это знаете, какой борец? Это борец, как его звали, вот этот вот кучерявый, Бен Аскрен. Он через удары, через пропуски, как угодно, подходит, хватает и борет. Понимаете? Если его сразу вырубать, тогда он проигрывает. И Алджемайн Стерлинг то же самое. Он тем же самым ударом, что и Аскрен проиграл, вот когда он дрался с этим. С Морайесом, по-моему. Колено получил, пытаясь пройти, и упал. То же самое Бен Аскрен. Колено получил, пытаясь пройти, и упал. Но если бы они уже оказались в борьбе, они бы оба выиграли эти бои. И вот касательно боя с Петром Яном, понимаете? Петру Яну борьбу навязать почти нереально. Вот второй бой с Магомедом Магомедовым показал, что он так подтянул вот эту защиту от борьбы. Вспомним его бой с Алду. В первом раунде Алду прошел борьбу. Ян его просто швырнул. И сам оказался на акдауне, этот Алду. Ян на него сел, начал разбивать. То есть, очень сложная ситуация для Стерлинга. Просто на какой-то дистанции, удары ногами, руками. Здесь Ян его перебьет. Здесь Ян будет давить, разбивать, насыпать, попадать и по корпусу. Он и бэкфисты подключает. То есть, уже не боксерская техника у него тоже очень сильная. И что остается Стерлингу, это искать момент для прохода в борьбу. И вот здесь, понимаете, вот и кроется краеугольный камень. Ведь боксер-то, по сути, он сильнее борца. Как ни крути, если они будут драться. Но борец победит, если он переведет, если он захватит, если он, скажем так, навяжет борьбу. То есть, что нужно делать боксеру? Это защититься от навязывания борьбы. Ведь бой, любой бой, любой, неважно, в ринге, на улице, он не начинается в борьбе. Он не начинается в объятиях. Он начинается, как это называется, в стойке. И все, что нужно боксеру, даже если он ниже уровнем, чем борьба его соперника, его боксерский уровень, ниже, чем уровень борьбы соперника. Просто не дай навязать эту борьбу, и ты никогда не проиграешь. Никогда. Даже если он крупней. Ну, если там, конечно, разница не о десятках килограмм. Вот. И все, что нужно Петру, это, конечно, не дать навязать эту борьбу. И вот этому Стерлингу можно не дать навязать эту борьбу. Но вот бой был бы, конечно, интереснее, если бы Стерлинг хотя бы раз эту борьбу навязал. Посмотреть, как Ян из нее выбирается. Потому что Ян – это самого высокого уровня боксера. Такого уровня боксеров в ММА никогда не было. Ну, не знаю. Напишите мне, если кого-то другого знаете. Такого уровня боксеров в ММА никогда не было. И то, как он работает руками, то, как он вот может переключить. Вроде летит джеб, он уже его переводит на кросс, подставляет апперкот. Может, вот, вроде сближался все время с ударами, оттягивался. А тут он без ударов подходит, ставит боковой, и ты уже падаешь. Работа потрясающая. На всех дистанциях. Агрессивный. Даже где-то вот блочок держит. Ну, там перчатки такие, пальцы открыты. Он держит блочок просто, чтобы челюсть перекрыть. Он тоже подходит к сопернику, на ближний остается, работает. Вот. И локоть может подключить, когда соперник вот сам стоит за блоком. То есть, вроде сблизился с ударами, а локтем уже за блок как бы пробивает удар. То есть, одной рукой отводит немножко, другой бьет за блок. Но он салды это делал. Там все это видно. И ноги у него бьющие, хорошие. Поэтому, что сказать об этом бойце? Если он не даст навязать борьбу Стерлингу, шансов ноль. Нокаутом проиграет Стерлинг. И вот, если Стерлинг будет в навязывании борьбы еще хуже, чем Магомед Магомедов, то тогда уже можно какой-то вот, знаете, какой-то лишний балл боксу давать. Вот в этом споре, что же сильнее, бокс или борьба. Вот так я это вижу. Конечно, Стерлинг это не уровень Хабиба, не уровень Усмана, борец. Но это, пожалуй, самый сильный борец, что есть сейчас в этом весе. И если Ян его просто размажет, не победит в конкурентном бою, а именно размажет, то можно делать выводы, что более сильного борца он бы победил в конкурентном бою, но все равно бы победил. Поэтому этот бой нам ответит на вопрос, что же сильнее, борьба или бокс?